Год назад Победа-26 побывала в гостях на ослиноферме. Это единственная ферма в Ставропольском крае с такими животными. Тогда этих малышей было около 100 штук, а сейчас их уже 167. Как сейчас обстоят дела у животных, смотрите сюжете Победа-26. Мы построили новый корпус, мы построили сенник. Все свое хозяйство я передала своему внуку Роману, зарегистрировали ИП. Обязанность мы стараемся распределять по мере своих возможностей. Донимаемся доставкой, отправляем по городам молоко. Чаще всего это идет в Владикавказ, Сочи, Адлер. Молоко именно для лечебных целей приобретают, то есть оно очень хорошо помогает при инфекционных заболеваниях. Вот эти ослики уже столько спасли людей от заболеваний. Коклюш, бронхиальная астма, сахарный диабет. Я благодаря этим осликам осталась живая. И много-много людей благодаря им тоже остались живыми. Люди приезжают, хотят покататься на осликах, но мы пока не катаем. У нас сейчас два проходят обучения для катания. Мы уже купили карету очень красивую. Надо купить седло, нам надо купить сбрую, чтобы уже была безопасность. Приезжают, ну люди же привыкли за то, что что-то смотрят, видимо платить. И говорят там, кто 200 рублей, кто 300. Я никогда не беру этих денег, потому что говорю, что нет зоопарка, чтобы вы за что-то платили. А за то, что вы там приехали, посмотрели, ну и ребенок ваш увидел впервые ослика. Ну как можно за это брать деньги? У нас есть ослица, которая приехала из Пакистана. Вот она там беременная. А эти ослики из Дагестана, из Северной Осетии, чеченская есть порода. Вот эту ослицу мы купили, потому что она больная. Мы видели, что с нее толку не будет, у нее перебита спина. Видите, она не может долго стоять, у нее были копыта в ужасном состоянии. Но ведь врач приезжает через день, он ее лечит. Она уже стала подыматься, раньше она вообще не вставала. Зовут эту ослицу Маруся. Хорошая девочка. Мы ее любим. Животным надо помогать не только для того, чтобы они приносили прибыль, а и для того, чтобы они просто жили и были здоровыми. Сейчас вот еще завезли стройматериалы. Мы же уже давно хотим сделать контактный зоопарк. Это павлины у нас. Они около зеркала и так, и так, и хвост раскинет. Очень интересные птички. Мы же уже покупаем курочек, цицарок, фазанов всяких. Поэтому мы сделали вот такие, каждому отдельное жилье, для того, чтобы сделать контактный зоопарк.